В Autodesk уже новая традиция выпускать промежуточные версии, это уже Revit 2017.1, в котором основным нововведением, на мой взгляд, это поддержка 4К. И, собственно, я показываю вам этот ролик на мониторе 4К, но, к сожалению, запись именно в 4К не производится. Кстати, одним из лучших нововведений после 4К это полноценная работа в перспективе. Но вы видите, как, собственно, 4К работает, то есть некоторые окна еще не совсем адаптированы. Хотя в целом интерфейс работает корректно и каких-то очень глобальных замечаний или сказать, что работать невозможно, у меня нет. Кнопки большие, картинка четкая, чертежи читаются великолепно. Плюс есть еще некоторые нововведения, допустим, можно теперь импортировать данные из Rina. Я думаю, многим это понравится. Вот я сделал примитив. Плюс есть небольшие нововведения, касаемые просто работы. Так, например, когда вы редактируете крыши или другие контуры, ну, к примеру, перекрытия, они перемещаются вместе с этими элементами, не остаются на том уровне, где были созданы. К тому же есть нововведения, касающиеся ограждений и лестниц. В ограждениях теперь можно легко перейти в свойства типа поручня, а не находить его в диспетчере проекта. А для лестниц добавили большие описания подробные в типоразмере, потому что некоторые элементы не совсем понятно, как настраивать. Наведите курсор на параметр и выйдет большая подсказка, иногда даже с картинками. Пофиксили инструмент разрезать, он теперь разрезает конструкции корректно, то есть не сбиваются никакие параметры и геометрия выглядит так же, как и до разрезки. Есть нововведения в узлах, но я с ними не работаю. Есть еще некоторые изменения по совместной работе, здесь можно восстанавливать хранилище, но об этом подробнее читайте справку, как это работает. Есть нововведения и в инженерной части, но я с ними не работаю. К тому же я хочу продемонстрировать, как работают другие программы на 4К разрешении. Так, AutoCAD 2017 работает достаточно корректно. Не все стили трехмерного отображения работают с ускорением, поэтому они притормаживают, но те, которые работают на видеокарте, работают великолепно. Но хотя вы видите, есть и ошибки с отображением, за счет, наверное, большого разрешения, хотя это касается только очень крупных моделей, как, допустим, вот это. В целом чертеж выглядит также великолепно, читается хорошо, сглаживание линии, если настроено, то, в принципе, не отличить от напечатанной версии. Хотя это все субъективные параметры, которые необходимо видеть вживую, потому что ни один ролик, естественно, этого не передаст. К тому же в YouTube транслируется 2К, а не 4К разрешение этого видео. В самом же AutoCAD тоже есть некоторые нововведения, касаемые импорта PDF. И интересная функция – это распознание текста. Вы можете взорванный текст, состоящий из каких-то палочек, преобразовать, попробовать в обычный текст. Плюс есть объединение текста из нескольких каких-то там разорванных в один большой, к примеру, многострочный из однострочных. В целом, для AutoCAD 2017.1 не хватает стабильности. На мой взгляд, эту версию можно было бы еще пофиксить. Для 4К интерфейс Photoshop, на мой взгляд, даже слишком великоват, потому что такие огромные кнопки, ну, совсем уже большие. Но отображение самой картинки, цветопередачи и прочее на 4К, естественно, гораздо выше и лучше. В целом, работать, наверное, с Photoshop лучше всего. Он адаптирован был для 4К и еще версии предыдущие. А эта версия 2017, которая уже недавно обновилась, работает совершенно великолепно. А теперь затронем негативную часть, связанную с 4К. А это 3D Max. Потому что 3D Max 2016 совершенно не работоспособен на 4К. То есть сама модель крутится, но интерфейс настолько мелкий, настолько нечитаемый текст, что это крайне тяжело в работе. А использовать 3D Max 2017 версии я не могу. Я для этого и не писал обзор, который обещал. Потому что ознакомиться с этой версией, я считаю, что это даже не альфа и даже не бета. Это совершенно что-то вообще невообразимое. То есть все, что раньше работало в 2017 версии, в реальной работе, на реальных объектах, совершенно невозможно использовать. То есть версия нестабильная и много больших проблем. Но в интерфейсе выглядит, в принципе, на 4К он более-менее. Хотя перерисованные кнопки, на мой взгляд, просто нечитаемые. Они совершенно непонятны и так далее. Самая главная проблема, на мой взгляд, и для меня, в версии 2017 даже не только что она не работоспособна. А именно то, что был вырезан Mental Ray и IRI. Теперь они идут отдельно. Пока что инсталлер есть внутри 3D Max. А как будет дальше, не совсем понятно. И как его использовать в таком виде, не работоспособном, совершенно непонятно. Тот рендер, который Autodesk встроил в 3D Max 2017, он ужасен просто. Но это просто ужас. То есть он работает еще медленнее, чем IRI. И дает картинку, наверное, на уровне Mental Ray года 2008. Хотя, в принципе, он должен рассчитывать свет абсолютно корректно. Но, на мой взгляд, рендер не способен пока что дать нормального, внятного результата. И когда его допили, тоже совершенно непонятно. Проверив, Mental Ray и IRI установлены отдельно, сцены считались гораздо дольше и нестабильнее. Если в 2016 версии можно было совершенно спокойно посчитать файл гигабайт в 5, 6, 7 и так далее, то эта версия еле справилась с файлом в 400 метров. Плюс, многие настройки, из-за того, что Mental и IRI теперь отдельные, они просто либо вышленены из 3D Max, либо работают некорректно. Данное видео записано на мониторе 27 дюймов с увеличением интерфейса в 175% и разрешением экрана в 3840 точек по длинной стороне. А видео было обработано в 2К и выгружено в YouTube.